Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Игорь Целинчук, автор системы Пяти Побед. И сегодня мы делаем очередное видео занятие цикла «Как вкусно есть и худеть». Сегодня мы будем готовить басму. Что такое басма? Это узбекское блюдо, и оно готовится вот в этом замечательном моем узбекском казане. Казан абсолютно необходим для приготовления такого блюда, как басма. А что в него входит, мы сейчас с вами увидим. Тимофей, пожалуйста, подайте мне мясо. Пожалуйста, Игорь. Мясо выглядит вот так. Примерно 2 килограмма мяса я кладу в этот казан и разравниваю его аккуратненько. Мясо мы посыпаем такой замечательной узбекской приправой, которая называется зира. Ее берем достаточно много, посыпаем мясо зирой. Теперь мясо с зирой мы добавляем подсолнечного масла. Можно оливковое масло, обязательно рафинированное оливковое масло. Можно подсолнечное, можно хлопковое, как любят в Узбекистане. Главное, чтобы оно было. Слишком много его не нужно. Грамм 300 я добавляю масла. Теперь мы немного солим наше блюдо, которое хотим приготовить. Не очень сильно, немножко. Лишние соли я никому не рекомендую употреблять, но немного соли здесь нужно. Дальше. После этих ингредиентов мы добавляем лук. Лук – это замечательный продукт, который позволяет нашему блюду быть очень вкусным. Лук я предварительно порезал. И сейчас мы добавляем лук. Лука нужно много. Тут, наверное, килограмма два лука. Лук – наше мясо очень хорошо дополняет. После того, как мы добавляем лук, после лука мы добавляем морковку. Морковка – очень важный компонент этого блюда. Морковка порезана дольками наискось. После того, как мы добавили морковку, мы добавляем помидоры. Помидоров у нас достаточно много тут. Можно, в принципе, и меньше. Но друзья принесли, пришли в гости с помидорами и принесли такое количество помидоров. На самом деле, конечно, много помидоров. После помидоров мы добавляем перец болгарский. Так вот добавляем. Дальше идут... Дальше мы посолим немного еще. Еще немного посолим. И добавим такого продукта. На самом деле тут должен быть кориандр. Но у меня его не оказалось. Я сделал такую пасту из масла с корешками кинзы и морковки. И вот этой пастой мы сейчас ее добавим. Она даст необходимый вкус. Вообще, лучше кориандром посыпать, просто сухим. С тем же успехом можно. Теперь, что мы сделаем? Мы здесь добавим кабачки. Или даже, может быть, лучше баклажаны. Добавляем мы баклажаны. Вот в таком вот количестве. И дальше уже положим кабачки. Хотя, давайте мы сначала положим картошку. Обязательное правило приготовления басмы, да и вообще любых других блюд, в которых участвует одновременно картошка и помидоры. Помидоры должны находиться внизу, а картошка сверху. Потому что если картошка будет под помидорами, то картошка не сварится. Картошка совершенно не сварится, если она будет под помидорами. А если она на, все это будет отлично. Потому что блюдо такое, как басма, на самом деле оно испытывает несколько температурных видов приготовления, но самый главный вид, оно парится. Это самый главный вид басме. Теперь мы закладываем кабачки. Это очень важный ингредиент тоже. Басма должна быть сочная. Сначала она нагревается, но смысл приготовления басмы, и почему я говорю о том, что это полезное, одновременно очень полезное и одновременно очень вкусное блюдо, дело в том, что басма, она тушится. Это практически тушеные овощи с мясом. Это исключительно вкусное и достаточно полезное, а из полезных блюд может быть одно из наиболее вкусных. Конечно, это блюдо готовится для достаточно большой компании. Узбекский казан предполагает, что вы ждете гостей, что к вам в выходной день, например, приходят гости, и эти гости в выходной день с удовольствием кушают с вами вкусное блюдо, которое вы для них приготовили. И радостно общаются с хозяевами. На самом деле, отличной традицией является общаться во время еды. Как я уже говорил в своем курсе «Система пяти побед», и своим ученикам всем говорю, кушать нужно и необходимо кушать так, чтобы общаться во время еды. И тогда, во-первых, вы съедите столько, сколько нужно, во-вторых, у вас никогда не будет переедания, потому что вы общаетесь, вы отлично общаетесь, и у вас будет замечательное настроение. А замечательное настроение точно так же необходимо для того, чтобы любая еда была в пользу вам всем. Так, это кабачки мы положили. Ну и, собственно говоря, сейчас мы еще тоже немного посолим этот продукт. И положим два перчика. Вот таких вот симпатичных два перчика. Положим. Так. А сейчас... Мы положим капусту. Капуста обязательно кладется сверху. Капуста – необходимый ингредиент для басмы. Капуста порублена. Достаточно мелко. Ну и достаточно крупно. Не надо ее резать так, как на салат. Тут вся капуста отлично приготовится. Мы ее вот так вот посыпаем. Не бойтесь, что казан будет переполнен. Во время приготовления все усаживается вниз. И получается замечательно. Так, это мы укладываем капусту. Сверху капуста прикрывается капустными листами. Все. Сейчас будут капустные листы. Теперь мы покрываем эту капусту, которая есть, сверху капустными листами. Целыми, снятыми наружными капустными листами. Чтобы они служили определенным барьером. И покрытую этими капустными листами капусту мы сверху накрываем... Вот такое блюдо у меня есть специальное. Мы сверху накрываем вот этим блюдом. И сейчас будет важная часть. Мы будем разжигать огонь под этим казаном. Я забыл сказать. Ну, конечно, вы сами поняли. Казан этот не горячий. Казан этот холодный. Басма характерна тем, что все ингредиенты закладываются в холодный казан. Сейчас мы разожгли огонь. Как вы видите. Должен быть сначала первые 15-20 минут максимальный огонь. Пока не нагреется вот это блюдо, которое сверху. И сейчас мы чем-то тяжелым это прижмем. Чтобы прижималось. В идеале оно должно вниз сесть. Тут много помидоров, кабачков, лука. Оно обязательно сядет все вниз. И будет полностью занимать наш казан. У меня тут используется 14-ти литровый казан. Так что будет отлично это все сделано у нас. Все. Наш казан закрыт вот такой вот крышкой. И сейчас мы поднимаем верхнюю крышку для того, чтобы посмотреть, что же внутри. А внутри у нас басма. Очень много бульона. Он кипит. Все овощи замечательно выглядят. И я думаю, сейчас мы попробуем его положить в тарелки, чтобы посмотреть, что же в действительности там есть. Давайте попробуем. Пожалуйста, Тимофей. И черпачок. Черпачок есть. Вот эту верхнюю капусту, которую я положил, мы ее отгребаем в сторону. Ее, как правило, не принято кушать. Но, тем не менее, может кто-нибудь и съест. Но тут есть очень много другой еды, которую кушать принято. Тарелочку, Тимофей. Поехали. Вот это вот бульончик. Это просто замечательная еда. Я хочу дойти до мяса. И тут есть мясо. И тут есть юшечка еще. И тут есть еще немножко такого вот. Тимофей, можете отдать людям. Неси. А мы продолжаем накладывать наше блюдо. Вот кусочек мяса. Вот картошечка замечательная. И вот капустка. Все готово. Друзья, я на полном серьезе заявляю вам, что это та еда, которую можно и нужно кушать. Она очень вкусная. Она замечательная. И от нее вы похудеете. Если будете есть вкусную, приятную, замечательную еду, всегда, и эта вкусная, приятная и замечательная еда будет доставлять вам удовольствие. Еда вам должна доставлять удовольствие. А кто еще не подписался на мой курс «Похудение для самых умных», подпишитесь. Сейчас вы увидите кнопку о том, чтобы подписаться на этот курс. Подпишитесь, нажмите кнопку, и вы узнаете о том, как кушать свою самую любимую, приятную еду и не поправляться, а наоборот худеть и дойти до своего идеального веса. С вами был я, Игорь Целинчук. Увидимся. Игорь Целинчук. Редактор субтитров А.Семкин